Всем привет! Сегодня мы поговорим об уходе за дендробиумом Нобелем. Вы должны знать, что покупая орхидею с надписью на этикетке «Дендробиум Нобелем» в цветочном магазине или в обычном супермаркете, вы однозначно покупаете гибрид, в продословной которой природного вида Нобелем может содержаться минимальный процент от 75 до 0,005%. Такие гибриды создают уже более 120 лет. Помимо Нобелем, в селекцию входят множество других природных видов, которые берут свое начало в разных климатических условиях. У одних из них ярко выражен период покоя и засухи, у других нет. Поэтому и требования от влажности, к температуре, к освещенности, к стимуляции цветения у них может быть разной. Как же правильно организовать уход вашему растению, мы сегодня попробуем разобраться вместе. Годовой цикл развития дендробиумов традиционно начинается с образования новых ростков на старых псевдобульбах. Каждая такая псевдобульба разделена на сегменты, а в местах прикрепления листьев находятся почки. В зависимости от условий содержания из них могут развиваться либо цветоносы, либо новые ростки. Вас не должно пугать образование новых ростков не у основания старых псевдобульб, а прямо посереде или на вершине старого ростка. Это нормальная ситуация, и как правильно отделить такую детку я уже рассказывала в одном из своих видео. Вы можете посмотреть его по ссылке вверху. Сдрелые псевдобульбы постепенно теряют листья и желтеют, и отмирают каждые 2-4 года. Отличительной чертой дендробиума Нобеля, например, от дендробиума Фаленопсис, является образование цветоносов не только на вершине псевдобульбы, а по всей ее длине. Цветки держатся 3-6 недель, ароматные. Окраска варьируется от белых и бледно-сиреневых до насыщенно-фиолетовых и даже желтых. Дендробиума переносит большой диапазон температур от плюс 3 до плюс 40 градусов. Но стоит различать, что переносимость каких-то температур, пониженных или повышенных, и благоприятная для развития температура, это две большие разницы. Ориентируясь на большинство, благоприятная температура летнего содержания около плюс 26 градусов. Зимняя температура 15-18 градусов. Во время развития новых ростков, это весна-лето, орхидею нужно содержать солнечно и тепло. А уже с октября, когда псевдобульба окончательно завершит свое развитие, она закруглится и наверху появится один центральный листок, растение нужно содержать светло, но прохладно. Вообще температура сама по себе имеет опосредованное значение в развитии растения. Главную роль все-таки играет свет. Температура лишь может ускорить, либо замедлить какие-то процессы. И когда устанавливается правильное соотношение свет-тепло, ваши орхидеи будут расти буквально на глазах. Из всех дендробиумов именно Нобеля самые светолюбивые. И считается, что белые и светло-сиреневые сорта не светолюбивы, чем насыщенные фиолетовые и желтые. Подстроиться к освещенности можно только опытным путем. Если новые псевдобульбы визуально короче магазинного варианта, означает, что конкретно этому сорту слишком много освещения. Вы можете либо переставить растение на более темный подоконник, либо ничего с этим не делать. Это ничего страшного. Единственное, цветов будет меньше, потому что сама псевдобульба короче, и междоузли у нее меньше. Если же новые ростки гораздо длиннее и тоньше исходного варианта, да еще и ваша орхидея не цветет уже около полутора года, однозначно ей не хватает света. Срочно переставляйте ее на более светлый подоконник, либо досвечивайте фитолампу. Чистота и обильность поливов зависят от температуры и освещенности. Жарко и светло поливаем чаще, прохладно и темно поливаем реже. Этот период может длиться от 2 до 20 дней. Обязательно грунт должен пересыхать полностью. Сверху и снизу он сохнет быстрее, а в середине может оставаться влажным, что приводит к загниванию корней. Поэтому для себя на первое время вы можете воткнуть в горшок деревянную палочку, доставать ее и проверять, сухая она в середине или нет. Воду лучше использовать отфильтрованную, либо пополам с обычной водопроводной, потому как грунт очень быстро засаляется. Орхидеи очень любят горячий душ. Температура должна быть теплая, прям такая, чтобы вы сами могли помыться, до 50 градусов. И многолетний опыт наблюдений доказывает, что при регулярном использовании горячего душа, дендробиумы гораздо лучше нарастают и обильнее цветут. Подкормки в период активного роста. Это когда нарастают стебли, листья, цветоносы или активно растут корни. Удобрение используем специально для орхидеи и концентрацию уменьшаем в два раза от той, которая указана на этикетке. Подкармливаем каждый третий полив. Если растение развивается круглый год, значит кормим круглый год. Для субстрата дендробиума подойдет смесь коры крупных и мелких фракций, моксфагнум, керамзита немножко и чуточку торфа. На дно можно уложить камешки для стабилизации горшка, ну и чтобы был хороший отток воды. Растения пересаживают раз в 3-4 года по мере засоления субстрата, ну и при пересадке можно их сразу и поделить. Период покоя. Самое сложное. При достаточном освещении ваша орхидея должна развиваться круглый год. То есть после окончания формирования псевдобульбы появляются цветоносы, растения зацветают. Но если этого не произошло, значит дендробиум впал в период покоя. Вам нужно понизить температуру содержания до 10-15 градусов и полностью прекратить поливы. Да, полностью прекратить. В период покоя растения не в состоянии впитывать влагу корнями и питаются за счет воды, накопленной в псевдобульбах. И только когда проклюнутся первые цветоносы, нужно повышать температуру и заново начинать поливы. Но сейчас в продаже большинство дендробиумов не имеет этого периода покоя. Поэтому с выращиванием, я думаю, не возникнет никаких проблем. Единственное, очень хорошо выносить эти растения летом на открытый воздух, либо содержать их на застекленной лоджии. Причем держать там до наступления первых холодов, пока температура не опустится до 5 градусов. Это очень стимулирует хорошее обильное цветение. Я вам желаю успешного выращивания дендробиума Нобеля. У вас все получится. Подписывайтесь на мой канал Популярная Ботаника. До новых встреч!